В патрульную службу обратилась жительница столицы Верхнего Ужья Валентина Хохлова. Начинается летний период и активизируются все виды транспорта. И даже такой безобидный вид транспорта, как электросамокат, он может причинить телесные повреждения, предоставить опасность пешеходам. Поэтому надо быть особо бдительным. Валентина решилась на такое обращение после того, как сама стала жертвой наезда самоката. Это случилось 20 апреля на пешеходном переходе площадь Мира, улица Мусоргского. Он неожиданно как-то в мою сторону повернул и сбил меня. А я и так палочкой передвигаюсь, поскольку я инвалид. Я не ожидала, но я шла по правилам, все правильно. И от столкновения я упала на все, всем своим телом. Заметим, управлял самокатом не подросток, а взрослый человек. Он уже не молодой, ему уже чуть за 40. Он говорит, извините, я нечаянно, но как-то нечаянно на скорости ехать на пешеходном переходе. Я как юрист буду обращаться к Дому законодательной инициативой, чтобы с таким нарушителем вообще принимали какие-то санкции. Валентину в тот же день доставили в нейрохирургии 4-й городской больницы. Диагноз врачей – ушибы тела и головы, сотрясение головного мозга. Два дня назад ее выписали домой. Я продолжаю лечиться в своей 6-й городской больнице. И у меня, можно сказать, амбулаторный постельный режим. Я почти никуда не ухожу. Я только если за хлебушкой, за каким-то продуктом питания, так я все лежу. Сразу после больницы Валентина обратилась с заявлением в ГИБДД. Владельца самоката, а он назвал себя Дмитрием, ищут сотрудники ДПС. Возможно, он услышит в нашей программе обращения Валентины и сам придет в ГАИ. А мы, в свою очередь, призываем всех участников Дорожного движения к взаимной вежливости. Соблюдайте правила. Только это поможет нам сохранить свою жизнь и здоровье. С 27 апреля в здании МФЦ на улице Трехсвятская, дом 6, судебные приставы проводят всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Целью этой акции является консультативная и практическая помощь гражданам по вопросам, применяемых мер поддержки сторон исполнительного производства, предоставление срочки, рассрочки платежей по исполнительным производствам, сохранение прожиточного минимума и других информационной безопасности. Напомним, сервис «Банк данных исполнительных производств», расположенный на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов, позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве. В этом году уже привычное название акции «Узнай о своих долгах» дополнено «Узнай о своих правах». В это непростое время мы хотим поддержать граждан, чтобы они получили бесплатную, квалифицированную юридическую помощь. У вас еще есть время получить консультацию приставов. В МФЦ они проводят акцию с 27 по 29 апреля включительно, с 10 до 18 часов.